Сейчас время отпусков, народ собирается куда-то в путешествия, но сейчас у нас люди современные, по статистике, всё больше страдают какими-то фобиями, страхами. Какие самые распространённые страхи для путешественника? И что делать человеку, который собрался на отдых, и он имеет какую-то фобию? Да, к сожалению, это так. Сейчас стало очень распространено различные формы боязни, различные формы страхов, фобий. Наверное, наиболее сейчас популярным, тем более если к привязке к отпуску, будет аэрофобия. Это боязнь перелётов, боязнь самолёта, вообще любого воздушного транспорта. Ещё всё усугубляется тем, что подключается клаустрофобия, это страх замкнутых пространств, а самолёт — это замкнутое пространство, страх высоты. И часто обостряется страх рвоты, тошноты, что тоже в самолёте часто бывает. И вот представьте этого человека, который испытывает всё это одновременно, находясь в самолёте. Конечно, очень и очень ему плохо, сложно в этот момент. И ему, конечно, нужна в этот момент помощь, самопомощь, либо помощь кого-то рядом находящегося. А эта фобия, она формируется, ну вот сразу возникает после первого полёта или после какой-то ситуации, когда был неудачный полёт? Причины возникновения разные могут быть на самом деле. Да, это может быть какой-то опыт, там, где человек уже испугался во время полёта, например, была там очень сильная турбулентность, и человек испугался. Либо это была катастрофа, которой он был каким-то образом задействован. Также на возникновение такого страха влияют СМИ, так как оповещают очень широко о таких событиях, о катастрофах различных. Но причинами возникновения также могут быть различные психологические травмы, не связанные с перелётом на самом деле, либо долгосрочный стресс, депрессия. Всё это может повлиять. И возникнуть может одномоментно страх. Например, вы про это не знали, но в самолёте вы испытываете эти чувства. То есть впервые, да, он может возникнуть. Есть люди, которые задолго до своего полёта, зная, что там через три дня они будут лететь, но они задолго испытывают все симптомы. То есть это раздражённость, это уже переживания, это фантазии, связанные с падением самолёта. Это даже могут быть головные боли, ну, различная психосоматика. Это всё может быть. И что теперь делать? Не летать самолётом? Вот, к сожалению, очень сложно с этим работать, но можно, можно избавиться от аэрофобии на самом деле. Не летать, конечно, крайний вариант. Но если ничего не делать с этим, испытывать в каждом перелёте состояние страха, такого неконтролируемого и такого гипертрофированного, то, скорее всего, через какое-то время человек перестанет летать, потому что это невозможно будет. Вот, чтобы такого не произошло, есть разные стратегии вообще избавления от аэрофобии. Это, конечно же, психотерапия. Это гипнотерапия. Это различные сейчас разработанные тренажёры виртуальной реальности, там, где человек тренируется своему полёту. Можно и в качестве пассажира попробовать, и в качестве даже пилота, для того, чтобы он испытал все эти переживания, весь этот свой страх неконтролируемый, но с пониманием того, что на данный момент его жизни ничего не угрожает. Когнитивно-поведенческая терапия работает в этом плане очень быстро. Там 8-10 занятий с терапевтом. И, в общем-то, фобии эти проходят. Ну а что всё-таки делать тому, кто страдает от этой фобии, но вот решил лететь в отпуск? Что ему, вот, может быть, какие-то советы есть, как ему вести себя в полёте? Есть несколько рекомендаций, которые бы я хотела дать человеку, испытывающему в самолёте чувство страха неконтролируемого и очень большого. Очень важно обратить внимание на своё тело. Как говорят психологи, заземлиться, ну и многие другие люди, заземлиться. Это про то, что положение спины, положение ног, оно должно быть, стопы должны полностью соприкасаться пола. Спина должна быть ровная, подбородок высоко. Дыхание. Очень важно слышать своё дыхание. Обычно в состоянии тревоги дыхание учащается, учащается сердцебиение, дыхание становится очень быстрым. Это обычно жар, это обычно скованные мышцы. Так вот, делаем всё для того, чтобы перевести тело в обратное состояние. То есть дышать под такт, спокойно, выдох, вдох, желательно счёт. Это будет похоже на некоторую медитацию. Такое расслабленное состояние поможет избавиться от тревоги. Ещё есть такая рекомендация, это пить больше воды. Можно покушать что-нибудь сладкое. Это поднимет настроение, немножко успокоит нервную систему. Важно постараться не пить чёрный чай, не пить кофе. Всё, что стимулирует сердцебиение, всё, что повышает нашу показатель. Если приключилось с соседом, что вы можете сделать, как вы можете помочь? Всё, что вы можете делать, это говорить. Важно, чтобы ваш голос услышали. Вас заметили, что человек в этот момент не один, что вы рядом находитесь, что вы видите, что с ним происходит, признаёте, что с ним происходит. Вы можете сказать, что давай подышим вместе, предложить ему подышать вместе, спокойно. То есть это делается для того, чтобы он понимал, что он не один в своём состоянии, что ему, его заметили, что сейчас с ним происходит, вот то, что происходит. И что вы готовы быть рядом в этой ситуации тут важно еще сказать что очень снижает вообще тревогу в самолете у людей подверженному этому симптому осведомленность осведомленность о простых вещах что например такое турбулентность как вообще устроен самолет как он летит об этом все можно перед полетом почитать это важно потому что часто страх возникает от незнания вообще как все устроенный человек человека тогда это незнание пугает вот это один из в общем то факторов из-за которого возникает страх есть еще другой фактор это человек сам сейчас не контролирует происходящее то есть его жизнь в руках пилота которого он даже не знает и вот тут вопрос доверия хорошо дальше у нас есть еще одна фобия это боязнь толпы до боясь толпы называется демофобия в общем-то в состоянии страха которая возникает в толпе человек испытывает похожие симптомы как и в любой фобии это сердцебиение повышенное усиленное дыхание повышенная потливость сухость во рту паника растерянность скованность мышц все эти симптомы присутствуют и в демофобии чем можно помочь в общем то если вы оказались в такой ситуации испытываете эти все чувства небольшой помощью будет то если вы попробуете сконцентрироваться на каком-то человеке для чего для того чтобы увидеть что он в общем то обычный человек не огромная масса отдельный человек который тоже занят чем-то своим и для вас не представляет никакой угроз пример для этого если рядом есть кто-то близкий то было бы неплохо поговорить тоже сказать о своем состоянии легализовать свое состояние услышать что-то в ответ стоит ли стремиться вот сразу выйти из толпы если это возможно думаю что да я думаю что стоит покинуть это место если это произошло с вами не испытывать свой организм не испытывать свое состояние вот лучше всего будет аутин от в этот момент уйти из толпы существует такая фобия как боязнь остаться без связи номофобия это совершенно недавно пришло такое понятие тут важно сказать что речь идет конкретно о том когда человек боится остаться без связи то есть это не связано с зависимостью от гаджета как например от игрушки или от социальных сетей тут вопрос о том что человек правда боится остаться без связи если например он едет в путешествие то это очень актуально то есть тут страх про то как он будет если например он заблудился но он не может позвонить или например с ним что-то случилось но он также не может позвонить хорошо и что делать что и рекомендации какие рекомендации стандартные рекомендации если приступ такой начался если действительно вы испытываете уже всю симптоматику то стандартные рекомендации это про то что счет спокойное дыхание со счетом этого да это обратиться к кому-то если кто-то рядом есть сказать про свое состояние эти рекомендации наверное подходят всем кто чувствует состояние фобическое состояние испытывает вот этот неконтролируемый страх вот я думаю что здесь рекомендации еще такая если вы знаете что такое с вами может быть то все таки не оставлять это без внимания обратиться к специалисту какому-то про это посоветоваться почитать про это и хорошо заряжать телефон заряжать телефон до заряжать телефон читать про то что туда куда вы отправляетесь чтобы там был сигнал не пропадал сигнал например конечно это сложно все проконтролировать но немного обезопаситься я думаю можно есть зоофобии это боязнь животных есть страхи различные такие как боясь в принципе путешествие если уже говорить про путешествие есть страхи ожиданий так как мы часто сталкиваемся путешествиями все-таки с ожиданиями в аэропорту или еще где то то вот такой страх тоже существует и паника может прийти к человеку вот в такой момент когда он ожидает там очереди на регистрацию например вот есть страхи различных заболеваний есть страхи микробов что тоже актуально в путешествии некоторые страны страхи нового если уже говорить про путешествие то я думаю это тоже актуально вот конечно же это клаустрофобия достаточно распространенная фобия там где страх закрытых пространств агорафобия это страх площадей открытых площадей вот он тоже часто встречается достаточно распространенный вид фобии вот и сложно людям очень сложно с этим страхом потому что они практически везде находится в открытом пространстве и накатывает страх очень часто есть какая-то общая рекомендация вот для человека у которого есть та или иная фобия и он отправляется в путешествие общая рекомендация наверное будет о том чтобы ни в коем случае не игнорировать то что есть такое расстройство не игнорировать то что с вами случается говорить об этом проговорить об этом со специалистом обратиться к специалисту как минимум почитать что-то про это и не оставлять это без внимания это самая главная рекомендация